Чемпионы страны и хоккеисты Красноярского Енисея сейчас в Швеции готовятся к клубному чемпионату мира, кубку мира по хоккею с мячом. Подготовку наша команда проходит в городке Вестеросе и вместе с прославленной хоккейной дружиной находится и наша съемочная группа слова Юрию Дуднику. Красноярский Енисей перед важнейшим для себя стартом проводит сбор в привычном месте, в спорткомплексе Вестерос. Здесь наши ребята проходили и летний сбор. Отличный лед, гостеприимные хозяева и тренерские хитрости. Полный набор после второго этапа Кубка страны, выигранного Енисеем в чистую. Очень хорошо, что там были напряженные матчи до последних минут. То есть ребята в игровой тонус вошли, затем мы приехали домой и вот у нас было три таких восстановительных дня. И сейчас мы уже довольно интенсивно проводим занятия, то есть входим в игровой режим и надеемся подойти во всеоружие. На большом льду в Швеции команда оттачивала свое мастерство в различных технических моментах. Отрабатывали стандарты, комбинации и много чего еще. С товарищескими матчами проблемы. Шведы, скрытные по своей тактике, после летних разгромов побаиваются сибирских хоккеистов, что наряду с поддержкой болельщиков внушает надежду. Я думаю, что каждый игрок нашей команды чувствует именно поддержку всего Красноярска. Она где-то внутри нас сидит. Это приучили наши болельщики, не знаю, что всегда нас поддерживают. Очень много народу спрашивают, переживают. Поэтому она всегда внутри нас и в самый сложный момент, я думаю, она именно нам и помогает. Пока в команде без травм и без происшествий. Ждем начала кубка. Сбор в Вестеросе завершится товарищеским матчем Енисея со сборной командой шведских элит-клубов Эстерберг и Вестерос. А затем наши ребята переедут под Сандвикин, где 9 октября вступят в борьбу за Кубок Мира. Первым соперником станет неуступчивый кубковый боец шведский Эдзбюн. Юрий Дудник, Дмитрий Демченко, Вестерос, Швеция. Специально для новостей Первого краевого телеканала Енисей.